Привет, дорогие друзья, с вами Скелтор, и это продолжение моего проекта Петербургское метро в Майнкрафте. В сегодняшнем выпуске я открыл три новые станции метро, то есть Фрунзенский радиус, который вот открыли в октябре 2019 года в Питере. Это проспект Славы, Дунайская Шушары. Ну, в принципе, раньше у нас вот конечка была, это у нас международная, и вот в октябре открылись три новые станции метро, и вот так у нас появился теперь путь за оборотным тупиком, который раньше был конечным. Ну и, в принципе, давайте сразу же полетим к новой станции. Первая станция это проспект Славы, вот, снова же их открыли в октябре 2019 года, хотя должны были открыть еще в 15-м году, 17-м году, 18-м, но все переносили и, наконец-таки, открыли, открыли. Вот, также поздравляю всех с наступающим Новым годом, потому что видео больше не будет в 19-м году, уже в 20-м что-то выпущу. Ну и вот наша первая станция метро, это проспект Славы. Достаточно тяжелая станция, потому что там достаточно много таких вот мелких деталей, которые очень тяжело переносить в Майнкрафт. Допустим, тут должны быть всякие звезды, мозаики, узоры, но вот Майнкрафт этого не позволяет и приходится просто делать другую цветовую гармонию, так сказать. Да, вот табличка проспект Славы. Станция, получается, у нас глубокого заложения. Я не помню, как этот тип называется. Ну, короче, с колоннами, да, пускай будет так, с колоннами. Вот у нас надпись, типа, слева поезда нашу шары, справа на Комендантский проспект. Это у нас выход к самому проспекту, а там выход в парк. Также тут должен быть герб Савкан, то есть Советского Союза. А тут должны быть часы. Ну, снова же это никак не сделаешь, потому что они там огромные. И, ну, приходится так оставлять. Вот, также у нас тут такие вот скамеечки имеются. Что еще могу сказать? Ну, в принципе, станция, знаете, типичная для питерского метро. Вот максимально типичная для питерского метро. То есть, ну, так вот она выглядит, в принципе. Ничего особенного. Вот, летим дальше уже на Дунайскую. Тут у нас совмещение туннелей идет, то есть, такой поворот. Ну, это когда уже поезда едут от США в центр. Вот, и получается такой двухпутный туннель. Применяется тут. Это первый двухпутный туннель в питерском метро, потому что вначале тут делали, а уже потом на беговой. Ну, так вот он выглядит, в принципе, ничего особенного. Давайте ускоримся. И тут нас встречает станция метро Дунайская. Вот это вот уже достаточно шумная станция, она достаточно интересная. То есть, как цветовая гамма у нее такая вот, цветная достаточно. Также она двухпутная станция. То есть, тут платформа не островная, а боковая. То есть, выход на правую сторону будет осуществляться. Также у нас тут витражи всякие имеются. Ну, как, в Майнкрафте, конечно же, их невозможно построить. Но в жизни они выглядят как-то вот так вот. Ну, я надеюсь, я вставил картинку. Что могу сказать про эту станцию? Ну, чем-то похоже на Новокрестовская. Только эта станция, она, кстати, еще не глубокого заложения. Тут вроде где-то метров двадцать глубина. То есть, мы можем подняться сразу же. И тут у нас будет выход. То есть, вот, мы поднимаемся на эскалаторе. Поднимаемся, поднимаемся. И тут у нас турникеты. То есть, сразу же выход в город находится. Ну, тут ничего особенного. Я ничего такого особого не сделал. Ну, и также можно заодно перейти на другую платформу. Если вы, допустим, ошиблись в станции, не туда приехали, то можно спокойно перейти. Ну, и другая страна. Она абсолютно одинаковая. Одинаковая. То есть, там написано Дунайска. Поезда на Комендарский проспект. Ничего такого особенного. Но, все равно, станция мне очень нравится. Хотя, эта станция, она достаточно шумная. Потому что, в реальной жизни тут постоянно все протечка идет. Течет постоянно. Ну, то есть, криво построили. Что ж пойдет. И еще и климат Питера. Ну, в общем-то, вот такая у нас получается станция. Да, ну, выглядит, на самом деле, прикольно и необычно. Мне вот нравится то, что получилось. Я думал, что будет хуже. Итак, и летим на следующую станцию. Это конечная. Это станция метро Шушары. Кстати, вот, я сейчас летаю с зелькой. То есть, ночного видения. Если без зельки летать, то получается вот такой вот эффект. Да, понимаю, что слишком темно. Случения недостаточно. Но, если делать ее реально светло, то это будет очень идеалистично. Так что, рекомендую использовать зелье ночного зрения. Вот. Еще, кстати, версия карты. 1.12. Не надо заходить там с 1.14, с 1.15. Только 1.12. Вот. Потому что дальше уже карта сломается. Я уже испытывал, построил одну станцию. В итоге карта сломалась. Все перестроить надо было. Так. Перегон у нас достаточно короткий получился. И станция метро Шушары. Давайте сразу молочко выпьем, потому что тут не так вроде бы светло выглядит. Вот. Такая у нас получается станция метро Шушары. Вот. Тут, в принципе, ничего такого. Нет. Она очень, кстати, похожа на парнас. Вот такие вот у нас огромные окна. Все как реальную жизнь. На самом деле, если так посмотреть, то очень похоже на реальную жизнь. Достаточно круто получилось. Я сам не ожидал, что у меня получится. Так. Так же у нас имеется такой вот спуск. Ну, как бы с турникетов. Тут должно быть турникет, но я их решил не делать. Вот. Так вот у нас вид на станцию получается. Вот. Выглядит на самом деле очень круто. В реальной жизни тут должен быть вид на депо, но, к сожалению, вот так вот как-то. Да. Ну, и, в принципе, тут дальше вот, кстати, тоже выход в город. Вот. Дальше, в принципе, поезда уходят в оборотный тупик. Вот. То есть голова заезжает сюда. Смена кабины. И машинист уже выезжает на линию и едет уже на конечную станцию Кумендацкий проспект. Вот. Станция получается наземная, закрытого типа. Ну, и тут уже больше особо нечего рассказать. У нас имеются скамеечки, такая перегородка. Все по стандарту питерского метро. Вот. Ну, и, в принципе, вот так у нас это все выглядит. И, что ж, спасибо всем, кто посмотрел данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С наступающим всех. Всем удачи, всем пока.